Привет, меня зовут Андрей Сазыкин, это курс сети и системы телекоммуникаций. Тема лекции – постоянное соединение в HTTP. Когда протокол HTTP только появился, веб был устроен достаточно просто. Там в основном размещались простые текстовые странички в формате HTML. Поэтому протокол HTTP версия 1.0 работал в режиме запрос-ответ. Клиент запрашивает веб-страницу у сервера, сервер ему эту страницу передает. Это позволило сделать протокол достаточно простым. Однако современный веб устроен гораздо более сложно. Современные веб-страницы, как правило, не состоят из одного файла, а включают большое количество других ресурсов. Кроме, собственно, веб-страницы, как правило, необходимо загрузить целевой файл. Файл, который содержит программы, которые будут выполняться на стороне браузера. Картинки, которые являются составной частью веб-страницы. А также, возможно, видео или аудио. Кроме этого, некоторые страницы используют какие-то блоки, передаваемые с других сайтов. Таким образом, по протоколу HTTP сейчас загружается не одна страница, а большое количество ресурсов с веб-сервера. Посмотрим, как это реализуется. Прежде чем что-то загружать с веб-сервера, клиенту необходимо установить TCP-соединение. Затем выполняется запрос по протоколу HTTP. GET возвращает веб-страницу. После этого соединение закрывается. Браузер анализирует содержимое веб-страницы, видит, что необходимо загрузить целевой файл, большое количество картинок и другие элементы. Для того, чтобы загрузить следующий ресурс, например, стилевой файл, необходимо открыть новое соединение. После этого клиент передает запрос HTTP GET на загрузку стилевого файла. Сервер в ответ передает этот файл, после чего соединение снова закрывается. Таким образом, для того, чтобы загрузить каждый элемент веб-страницы, необходимо открыть отдельное TCP-соединение. Альтернативный подход, который называется «постоянное соединение», заключается в том, что можно один раз установить соединение TCP и затем использовать его для загрузки различных ресурсов. Не только HTML-страницы, но и стилевых файлов, JavaScript, картинок и всех связанных ресурсов. TCP-соединение разрывается только после того, как все ресурсы были загружены. По-английски постоянное соединение называется HTTP Persistent Connection или HTTP Keep Alive. Использование постоянного соединения позволяет повысить скорость загрузки веб-страниц. Во-первых, нам нет необходимости каждый раз устанавливать HTTP-соединение, то есть мы не проходим процедуру трехкратного рукопожатия. Во-вторых, скорость передачи данных при установке нового соединения TCP низкая. Для того, чтобы регулировать скорость передачи данных, TCP использует размер окна. Чем больше размер окна, тем больше скорость передачи данных. Так как при установке соединения TCP ничего не знает про сеть, то используется маленький размер окна, который увеличивается при получении каждого подтверждения с помощью механизма Slow Start, а затем аддитивного увеличения, мультипликативного уменьшения. Если мы не открываем каждый раз новое соединение, а используем существующее, то нам не надо каждый раз начинать с маленького размера окна, и мы используем существующее TCP-соединение, которое позволяет передавать данные на высокой скорость. В стандарте HTTP 1.0 не было возможности использовать постоянное соединение. Уже после публикации стандарта был придуман специальный заголовок «Connection Keep Alive». Клиент добавляет этот заголовок к запросу, для того, чтобы попросить сервер не закрывать соединение после передачи ответа. Если сервер понимает этот заголовок и поддерживает постоянное соединение, он оставляет соединение открытым и добавляет этот заголовок к ответу. В HTTP 1.0 нет гарантии, что соединение останется открытым, так как этот заголовок не является частью стандарта, то клиент или сервер могут его не поддерживать. А во-вторых, у сервера просто может не хватить ресурсов для того, чтобы оставить соединение открытым. Рассмотрим пример использования заголовка. Мы посылаем запрос HTTP, используя метод GET. Хотим получить страничку курса по компьютерным сетям, которые находятся на моем сайте, по протоколу HTTP 1.0. Мы добавляем заголовок «Connection Keep Alive» для того, чтобы попросить сервер не разрывать соединение после того, как он передаст нам веб-страницу. Сервер присылает нам ответ. Первая строчка — это статус. 200 «OK» означает, что необходимая нам страница найдена. Дальше идут заголовки и нужный нам заголовок «Connection Keep Alive», который говорит о том, что сервер поддерживает постоянное соединение, и он оставил соединение открытым для того, чтобы мы могли загружать следующие ресурсы. В версии 1.1 протокола HTTP все соединения по умолчанию считаются постоянными. Использовать заголовок «Connection Keep Alive» не обязательно, но многие браузеры и серверы до сих пор это делают. Однако, если клиент не вставил заголовок «Connection Keep Alive» в запрос, соединение все равно останется открытым. Если по каким-то причинам клиент считает, что соединение нужно разорвать, то он может использовать заголовок «Connection Close». Хотя постоянное HTTP соединение позволяет увеличить скорость передачи данных от веб-сервера клиенту, поддержание этого соединения требует ресурсов на сервере. Ресурсы сервера ограничены, и если клиент открыл соединение и его не использует, то этих ресурсов не хватит другим клиентам. Особенно это плохо для высоконагруженных серверов, к которым поступает несколько сотен или тысяч запросов в секунду. Поэтому современные веб-серверы автоматически закрывают соединение, если оно не используется в течение какого-то времени, как правило от 5 до 15 или 20 секунд. Обычно этого времени достаточно для того, чтобы загрузить веб-страницу и все сопутствующие ей ресурсы. Другая технология, которая позволяет увеличить скорость передачи данных HTTP, называется HTTP Pipelining, по-русски «Конвейерная обработка». Она заключается в следующем. После того, как мы сделали запрос на получение HTML-странички, получили ответ, браузер проанализировал ответ и извлек перечень всех ресурсов, которые нужно загрузить с сервера. «Конвейерная обработка» позволяет передать от клиента серверу сразу несколько запросов для загрузки ресурсов, не дожидаясь получения ответа. Сервер, получив несколько запросов, в ответ отправляет сразу все запрошенные ресурсы. Недостатком технологии является то, что ресурсы должны передаваться в том же порядке, в котором пришли запросы. Однако, если с загрузкой какого-то ресурса возникли проблемы, то другие ресурсы передавать нельзя, даже если они уже готовы к передаче. Эта проблема решена в протоколе HTTP версии 2, где можно нумеровать запросы и передавать ресурсы от сервера клиенту в любом порядке. К сожалению, конвейерная обработка на практике используется достаточно редко. Еще один вариант, как можно увеличить скорость загрузки веб-страниц, это использовать несколько HTTP-соединений. Клиент открывает несколько соединений с веб-сервером, и каждое соединение используется для загрузки разных ресурсов. Например, вот это соединение для загрузки стилевого файла, следующее соединение для загрузки JavaScript, и другие соединения для передачи различных картинок. Каждое такое соединение может быть постоянным и использоваться для загрузки нескольких ресурсов. А также внутри таких соединений можно использовать HTTP-пайплайнин. Почти все современные браузеры используют несколько HTTP-соединений, как правило, от 4 до 8. Итак, постоянное соединение HTTP позволяет использовать одно и то же TCP-соединение для загрузки нескольких ресурсов. Это позволяет сократить время на установку соединения TCP. Нет необходимости каждый раз проходить процедуру трехкратного рукопожатия. А также передавать все ресурсы через уже установившееся быстрое TCP-соединение. В стандарте HTTP 1.0 не было поддержки постоянного соединения. Эта возможность была добавлена уже после публикации стандарта в виде заголовка «Connection Keep Alive». В стандарте HTTP 1.1 все соединения по умолчанию постоянные и заголовок «Connection Keep Alive» использовать необязательно. На этом все про постоянные соединения в HTTP. Спасибо, что смотрели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok